Виктор Григорьевич, вернулись в ИЗО, 5 очков из 6 возможных. Как впечатления от поездок? Хорошая поездка. Она началась у нас в Казани, где команда провела хороший матч. И был интересный матч, зрелищный. В Нижнекамске после Акбарса всегда эмоциональный был спад, потому что много сил и эмоций отдали. Но опять же ребята нашли возможность и силы вытащить. Тоже непростой матч. И в Кунгуне тоже самая была последняя игра в этом поездке. Тоже она была непростая. Кунгуне агрессивная, быстрая команда. Но ребята молодцы тоже отоборонялись и в большинстве решили исход матча. Сейчас предстоит довольно сложный домашний отрезок. Сейчас авангарда начается. Как готовитесь? Как сезон начался, так и все эти отрезки сложные бывают у нас. Все четыре матча через день с хорошими принципиальными соперниками. Поэтому готовимся, как всегда, в штатном режиме. В прошлой встрече домашней с авангардом удалось в первом периоде подавить соперника и забросить. Много шайб. Ожидаете ли, что будет более упорное противостояние? Мы ожидаем, что авангард очень хорошая команда с качественными нападающими и защитниками. То есть, как всегда, встречи с авангардом проходят напряженно. Как обстоят дела с травмированными и заболевшими, которые не играли в последнюю матчу? Травмированные и заболевшие от дня ко дню мы смотрим ситуацию, анализируем, будут ли они готовы, восстановятся ли. Пока сейчас ответов я дать вам не могу. Виктор Николаевич, персонально, если говорить про Мерфи, насколько сильно было повреждение или обошлось все-таки? Нет, у Райана повреждение. Да, он какое-то время не будет с нами играть, за нас играть. Да, он будет лечиться. Но Райан важный игрок для нашей команды, большинство, и 5 на 5. То есть, нам его будет не хватать, но в то же самое время это хороший шанс для других ребят, для молодых. Показать, проявить себя. То есть, это такая ситуация. Сейчас в команде шесть центров, если считать, там, Зарава еще и Пименова. Будет ли кто-то играть в Таросе или все будут в расположении команды? Артем, он травмированный, он надолго выбыл. Саша Хмелевский от дня ко дню мы смотрим. Вот у нас осталось из шести четыре. То есть, как бы, все в бой, все ресурсы задействованы. По Саше какие-то прогнозы есть? Саша от дня ко дню, смотрим, смотрим, как он будет себя чувствовать. Команда первое место на Востоке занимается. Когда в последний раз, помните ли, Слава был такой высокой, и какое настроение в связи с этим командой? Ну, очень, да, это ребята большую работу сделали, да, чтобы выйти на первое место. Но это, опять же, это середина сезона, это хорошо. Но, с другой стороны, опять же, у нас сейчас впереди очень много стыковых встреч с Магниткой, с Акбарсом, опять же, с Авангардом тем же, да. Потом у нас Ярославль, СКА, то есть, Динамо. То есть, много будет топовых команд, да, которые, как бы, сейчас хорошо, что мы сделали задел, у нас сейчас самое главное – держать эту планку, держать этот уровень. Сегодня тренировка на земле была, вы так очень пристально смотрели за подопечными, что в зале, что во время растяжки, что подключается в такие моменты? Нет, а мне нравится, как бы, как говорится, можно вечно смотреть на воду, на огонь, и как кто-то другой работает. Мне нравится, как ребята работают. Ребята, они, в принципе, все с правильным отношением к делу. Тем более, сейчас вы правильно сказали, хорошая атмосфера в раздевалке, что очень важно, я считаю. Всегда приятно смотреть, когда ребята с душой тренируются. А на вашей памяти, там, ваши главные тренеры, предыдущие, смотрели за вами так пристально? Так пристально? Ну, я не пристально смотрел сразу, как хочу сказать. Я просто смотрел, как они работают. Мне было приятно видеть, что они все работают и понимают, для чего это нужно такие дни. Они все делали четко и правильно. Ну, и, в принципе, как бы, да, у меня были тренеры, которые тоже так же смотрели. Дроздов, герой последних матчей, два победных гола. В принципе, удачный отрезок после такого сентября, не самого результативного. С чего прибавил? Ну, опять же, да, Иван, он, да, он сейчас молодец. Он забивает голы, реализует свои моменты. Но это, опять же, хоккей, это команда, вид спорта. Это не только он, это его партнеры. Вот, а то, что касается сухой серии, как вы говорите, предыдущих месяцев, ну, это, как бы, такое бывает. Правильно я понимаю, что Дроздов вообще по функционалу ему майнино заменил, именно за счет скорости. Ну, они разные игроки. Тот центральный, этот крайний, как бы, но их, даже, если честно, мы даже не сравнили. Мы знали, что Иван взрывной, быстрый нападающий, с хорошим инстинктом бомбардира. Поэтому, как бы, стараемся использовать его сильные стороны. В последнем матче еще пропускал Сучков. Это была тактическая замена, они хотели выпускать против агрессивных? Нет, Егор, нет, нет, Егор, Егор держит удар. Он это и показывал в предыдущих матчах, где он играл против топовых соперников. Поэтому, как бы, Егор, Егор пропустил, но Егор готовится к следующим матчам. Ну, на него соперники очень много внимания обращают, задираются с ним, нападают. Как-то, есть ли какая-то в команде, что-то защищать? Все-таки, один из самых молодых игроков. Ну, там никто же его на драку не вызывает, его, да, как защитники пытаются остановить, что-то сделать. Это, как бы, и с ним это будет, потому что он такой игрок. Он всегда идет в обыгрыше, он агрессивен, он опасен в углах. За счет смены направления. То есть, поэтому он должен быть готов, что это не первый и последний раз его так задирать. Это, опять же, это как должен воспринимать он, как комплимент. Если бы, как бы, игрок бы такое не делал, его бы не задирать.